Ситуация с возобновлением туризма из СНГ за границу стремительно меняется. Вы подумали, что визовые отделы при посольствах в странах СНГ начнут открываться с России и только потом уже в южных странах Содружества? Мы ответим и да, и нет. Как вы знаете, впервые после начала пандемии коронавируса открылись визовые центры Франции и Германии в Москве и Новосибирске 6 июля, а в Красноярске 13 июля. А вот посольства США, скорее всего, откроются сразу во всех странах СНГ без исключений, как сообщили представители Госдепа в ближайшее время. Посольство Германии в Нур-Султане работает в сокращенном режиме. Получить там визу можно высококвалифицированным специалистам, родственникам для воссоединения, маятникам иммигрантам, а также некоторым другим категориям. Подробности на официальном сайте. Немецкое посольство в Бишкеке работает в таком же режиме. Изучая информацию в официальных источниках, мы приходим к выводу, что при желании получить визу в странах Средней Азии можно уже сегодня. Интересно, когда откроются границы? Здесь Россия опередила своих соседей. Выехать можно в Объединенные Арабские Эмираты с 7 июля. Правда, необходимо выполнить ряд условий. Предоставить по прилету свежую справку об отсутствии коронавируса. Возраст документа не должен превышать 4 суток. Заполнить специальную анкету. Ее выдадут бортпроводники еще в самолете. В анкете подтвердить отсутствие симптомов заболевания. Установить на свой смартфон следящее приложение Альхосн. Куба открылась для Российской Федерации с 1 июля. В Мексику можно полететь прямо сейчас, через Турцию. Босния и Ерцеговина с 16 июля открыты для обладателей вида нажительства и шенгенской мультивизы. На день раньше, 15 июля, открываются для СНГ Мальдивы. На таких же условиях разрешен въезд в Хорватию, Сербию и Черногорию. Беларусь возобновляет рейсы из Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр в официальных СМИ. Как прямо сейчас улететь за границу? Турция возобновляет авиасообщение с Россией с 15 июля. Билеты уже в продаже. Въехав в Турцию, далее можно лететь в Мексику, а также во все вышеперечисленные страны Европейского Союза. В Мексику и в США, если вы эмигрируете через Тихуану или Мехикали. В начале июля судом округа Колумбия отменено решение Трампа по третьим странам и предоставлению защиты в обход США. Об этом мы делали разъяснение в прошлом видео. Отслеживайте актуальные новости миграции и оставайтесь с нами. Всем удачи в эмиграции!